Всем привет! Перепады в сети, скачки напряжения – частая проблема, особенно в загородных домах. Пора выбирать надежный стабилизатор напряжения. Но как подобрать подходящий аппарат для вашего дома? Разберемся в этом видео. Представляю линейку стабилизаторов напряжения Ресанта. Давайте посмотрим, чем они отличаются и какой аппарат подойдет именно вам. Компания Ресанта производит релейные и электромеханические стабилизаторы напряжения. Сначала рассмотрим электромеханические. Их главное преимущество – это высокая точность выходного напряжения. Погрешность составляет всего 2%. Такие устройства подходят для питания различной бытовой техники, а также измерительных и высокоточных приборов. Стабилизаторы отлично справляются со стабильно высоким или стабильно низким напряжением. То есть, если в вашем доме постоянное пониженное напряжение, например, 160 В, то это ваш вариант. Диапазон входного напряжения у серии электромеханических АСН от 140 до 260 В. А если в сети постоянные скачки напряжения, то ваш вариант – релейный стабилизатор. Его главное достоинство в том, что он моментально за долю секунды реагирует на недостающее или избыточное напряжение. И отлично справляется с частыми перепадами. Они подходят для большинства видов бытового оборудования, электроники, компьютеров и приборов, оснащенных нагревательным элементом. В зависимости от задач, релейные стабилизаторы Ресанта разделены на 4 группы – АСН, АСН-Люкс, СПН и серия С. У каждой линейки есть своя особенность. У серии Люкс предусмотрены пазы для настенного крепления. Модели СПН могут работать при пониженном входном напряжении в диапазоне от 90 до 260 В. А стабилизаторы серии С идеально подходят для защиты офисной техники. Диапазон входного напряжения у релейных АСН, АСН-Люкс и серии С от 140 до 260 В. В этом интервале номинальная величина выходного напряжения равна 220 В плюс-минус 8%. Как же подобрать стабилизатор? Для этого нужно обратить внимание на три основных параметра. Нагрузка на стабилизатор, входящее напряжение и запас мощности для подключаемых приборов в будущем. Рекомендую брать с запасом в 20% для комфортного использования разных приборов при необходимости. В зависимости от используемой сети питания и подключаемой нагрузки, все модели электромеханических и релейных стабилизаторов подразделяются на однофазные 220 В и трехфазные 380 В. Цифра в названии модели указывает на мощность подключаемых электроприборов от 500 до 200 тысяч Ватт при входном напряжении от 190 В и более. Выбирая модель, обратите внимание, что в момент запуска некоторых устройств, в состав которых входит электродвигатель, возникает пусковой ток, значение которого в 3-7 раз превосходит ток, потребляемый при работе. Поэтому мощность устройств при включении тоже пропорционально увеличивается. Теперь осталось только определиться, какой стабилизатор лучше подойдет для решения ваших задач. Выбор за вами. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok